Тихий протест в нотах. Сегодня впервые в России прозвучит афроамериканская симфония Уильяма Стилла. Премьера музыкального бестселлера состоится в Казани в Большом концертном зале. Наши корреспонденты побывали на репетиции. Эта музыка стерла границы между материками. Февраль в США считают черным месяцем. И афроамериканская симфония звучит чуть ли не в каждом концертном зале. Напротив российская публика трудом Уильяма Стилла не избалована. И когда дочь композитора узнала о предстоящей премьере в Казани, направила оркестру письмо. Я разговаривал с Джудит Стилл. Мы были удивлены тому, что симфонии нет в репертуаре ваших коллективов. Для нас это величайшее произведение. Это тихий протест за свободу, равенство людей, черной расы. На автора симфонии повлиял апартеид. Политика национальной партии ЮАР направлена на расовое разделение. Вплоть до 1994 года определенным народностям разрешалось жить только в резервациях. Но такие преграды не помешали развитию негритянского фольклора. Он и лег в основу классического опуса. Когда музыку читает именно музыкант, который в крови впитал эту музыку, это, конечно, звучит совсем по-другому. Солисты, как и дирижер, впервые в России. Дарни Лышмилл и Элисон Бьюкенен за несколько минут на сцене успевают и влюбиться, и разойтись. Они главные действующие лица оперы Гершвина «Порги» и «Бес». Гершвин всегда умел подобрать нужные ноты и мелодии, чтобы обратиться к сердцу слушателя. Его музыку не надо долго обдумывать. К этой опере чаще всего обращаются в Америке. Существуют концертные версии. Уверены, казанцы хорошо ее знают. Как они воспримут нас, исполнители из Чикаго. Посольство США включило сегодняшний концерт в программу американских сезонов в России. Ответный визит ожидается в августе 2013-го. Казанский коллектив отправится на старейший фестиваль в Равинию. Анна Газятова, Венера Мухаммедова, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok